Здравствуйте, с вами Александр на канале Финансовая Независимость. Инвестируя уже больше 20 лет, инвестиционный портфель превысил 23 миллиона рублей. И его можно увидеть здесь на канале по субботу. Сегодня будет видео, в основе которого лежит обновленный прогноз Международного Валютного Фонда на 2020-2021 годы по росту ВВП в некоторых странах. В текущей ситуации это очень интересно, на мой взгляд. Не переключайтесь и вы узнаете, насколько сильно пандемия отбросила назад Индию в экономическом плане. Обязательно расскажу про США, объясню, почему не стоит делать ставку на Китай, несмотря на неплохие экономические показатели этой страны. Затрону положение дел в Европе, будет также Великобритания и обязательно Россия. Поехали. Международный Валютный Фонд МВФ улучшил свой июньский прогноз по мировому ВВП. Об этом говорится в опубликованном недавно октябрьском докладе МВФ о перспективах развития мировой экономики. Давайте посмотрим на таблицу с ключевыми или просто интересными для анализа стран. Первый столбец – собственно название страны. Второй столбец – прогноз по росту в 2020 году. Третий столбец – это разница с предыдущим прогнозом МВФ на 2020 год, которая показывает динамику изменения этого прогноза, то есть улучшение или ухудшение предыдущего прогноза. А четвертый столбец – это прогноз на 2021 год. Ну, начну с США. На каждой стране акцентироваться не буду, вы сами все здесь видите, только на некоторых. Итак, США. ВВП США в 2020 году сократится на 4,3%, что на 3,7% больше предыдущего прогноза. Прогноз роста ВВП США в 2021 году составит 3,1%. Понятно, что МВФ, похоже, закладывает некоторую стабилизацию и даже улучшение общей пандемической ситуации в США. Однако, если посмотреть на этот график, то совершенно непонятно, когда начнется разворот по вирусу. Я не фанат данных по заражениям и не готов делать экономические прогнозы только на основании вот этих вирусных данных. Но все же сейчас динамика по вирусу становится уже определяющей по большинству экономических прогнозов. И от этого никуда, к сожалению. Кроме того, довольно важным и обсуждаемым сейчас является блок данных по безработице в США. А вот этот график заявок на пособие по безработице является довольно-таки точным отражением тенденции по занятости у американцев. Очевидно, что рынок труда не восстанавливается так быстро, как это было в конце весны и начале лета. И, возможно, ситуация снова ухудшится. И как долго продлиться это ухудшение, к сожалению, будет зависеть от скорости распространения все того же дурацкого вируса. Далее, давайте посмотрим на Европу. По прогнозу МВФ, Европа в этом году упадет ниже, чем США. Это будет минус 8,3%. Но потом обещает веселее вырасти. Здесь есть некоторые сомнения по этому росту. Однако я не готов их обосновать ввиду большого текущего уровня неопределенности. Особенно сейчас. Вот посмотрите, что в Германии творится с заражениями. Ну, как тут прогнозировать? Надо понимать, что чем серьезнее сейчас будет экономический ущерб от повторных санитарных ограничений, которые уже вводятся, тем сложнее потом будет выплывать в следующем году. Как глубоко зайдет вирус и что успеет натворить, пока что непонятно. Далее посмотрим на Китай в этой таблице. Это единственная страна, где прогнозируется рост по итогам текущего года. Единственная в этой таблице. Фондовый рынок Китая растет тоже очень хорошо. Но я бы не рекомендовал делать ставку на Китай в своем инвестировании, в виде даже вот такие вот хорошие цифры. Резкое и существенное увеличение доли Китая в инвестиционном портфеле будет означать очень заметное повышение инвестиционного риска вашего инвестпортфеля. Почему, спросите вы? Отвечаю. Китай развивается довольно быстро. Растет и военная и экономическая мощь страны. Это не дает покоя Соединенным Штатам Америки. Уже возникли и будут углубляться различные фундаментальные противоречия. Уже происходит противостояние и напряжение во многих областях экономики. И оно будет нарастать с годами. А заложниками в этой борьбе могут оказаться инвесторы. Надо понимать, что в этом экономическом противостоянии явное превосходство пока на стороне США. Можно, конечно, сказать, что ключевое слово здесь пока. Но это превосходство будет длиться еще годами. И оно в основном, как вы уже догадались, в технологической области. Китай в этом направлении хорошо развивается, но пока что отстает очень и очень сильно. Далее посмотрим Великобританию. Видим, что старушку Англию ждет по итогам текущего года одно из самых масштабных падений ВВП. Минус 9,8%. Это, конечно же, в основном из-за вируса происходит. Вы уже видите текущий темп распространения инфекции на экранах. И они показывают совершенно неприятную динамику. Экономику Великобритании вирус зацепил очень сильно. Было рекордное падение ВВП во втором квартале. Гораздо сильнее, чем американцев и в целом по еврозоне. Одна из причин – это ориентированность экономики Великобритании на услуги и малый бизнес. Много контактов людей, высокая мобильность населения. Рост ВВП в 2021 году МВФ пророчит неплохой – 5,9%. Но тоже пока не ясно, что будет в ближайшее время. Вполне может случиться затяжная рецессия в экономике с медвежьим рынком на фондовых площадках. И все это способно перейти и на следующий год в том числе. Далее. Канада. Я не буду останавливаться на этой стране. Просто довольно удивительно, что падение ВВП здесь ниже, чем в Америке. Никто об этом особо даже не кричит. Вот что значит, что все внимание переключено на США с их президентскими выборами. Дальше я хочу обратить ваше внимание на Индию. Это последняя строчка. Это очень интересно. Сравните данные Индии с Китаем. Я пока не буду вешать график с заражениями. Сравните. Китай вырастет в этом году почти на 2%. А Индия упадет более чем на 10%. При этом по прогнозам МВФ вырастут они в 2021 году примерно на одинаковые величины в процентах. И кстати, это единственная страна в этой таблице Индии, по которой МВФ ухудшил свой новый прогноз. Очевидно, что Индию потрепало очень сильно. Вот, кстати, статистика по заражениям по Индии. Все вроде бы хорошо. Ну, тенденция, да? Если не знать о том, что в большинстве городах и населенных пунктах страны нормального учета никто и не пытался налаживать. Я был в Дели и Мумбаи, и на Гуа был, и некоторые представления об этой стране имею. Хотя именно эти места совершенно не показатель того, как реально живут в Индии. Контраст между общественными слоями там очень большой. Да и отношения к здоровью и гигиене очень отличаются от нашего. В общем, удар по экономике сильнейший. Этот удар отбросил Индию от Китая на существенное расстояние в плане экономического роста. Далее будет Бразилия и Россия. Кстати, ставьте лайк и пишите комментарии, ведь именно такие ваши действия помогают каналу развиваться. И подписаться здесь можно заодно. Тут у меня полно всего полезного для инвесторов, и никто вам здесь не будет впаривать IPO, страховки и другую ненужную хрень. И Бразилия, и Россия считаются нефтяными странами. Нефтедобыча в этих странах является ключевой экономической и производственной деятельностью, которая имеет существенную долю в общих ВВП рассматриваемых странах. В Бразилии сейчас тоже растут заражения, а мировые нефтяные цены на данном этапе испытывают довольно серьезное давление со стороны множества факторов. Думаю, что из-за не очень хороших прогнозов по восстановлению нефтяных цен, МВФ поставил этим странам одинаковый невысокий рост ВВП в следующем году. В основном по этой причине. Теперь более подробно о России. ВВП России в 2020 году сократится не так сильно, как ожидалось ранее. Согласно новой версии прогноза от МВФ, ВВП России в 2020 году сократится на 4,1%, тогда как еще в июне МВФ ожидал падение на 6,6%. В то же время МВФ ухудшил прогноз роста экономики России уже в 2021 году. Согласно обновленному прогнозу фонда, МВФ в ВВП России вырастет в следующем году на 2,8%, тогда как ранее в МВФ ожидали роста на 4,1%. Повторюсь, скорее всего это из-за не очень оптимистичных прогнозов по ценам на нефть и газ. Ну а по вирусу у нас вот такая вот картина. Тут мы продолжаем бить рекорды с завидной скоростью и энергией. Вот бы всю эту энергию, да в правильное русло. Но, к сожалению, пока так. Обратите внимание, что Москва пока не достигла своего пика первой волны. А регионы растут сейчас практически безоткатно, даже без коррекции. И это напрягает. Очень надеюсь, что у нас не будет нового периода самоизоляции. Повторный карантин может добить очень сильно пострадавшую экономику многих домохозяйств. И до вирусов-то денег у населения не было, а сейчас становится еще меньше. Об этом стараются не говорить по телевизору. Но мы с вами вполне и сами в состоянии ощутить негатив в своих кошельках. Отдельная редкая правильная статистика только подтверждает тот тезис, что реально располагаемые доходы населения снизились очень сильно. Напомню, что и до этих вирусных событий они снижались на протяжении более чем 5 лет. Так что прогноз по МВФ по России похож на реалистичный, но при этом ожидать, что наши с вами личные финансы начнут скоро резко улучшаться и просто нужно немножко потерпеть, не стоит. Восстановление доходов будет медленным, и роста выше прошлогодних значений придется ждать еще очень долго. К сожалению. Это не нагнетание негатива, это правда жизни. Ну а на сегодня это все. Хочу вам пожелать удачных инвестиций с достижением ваших финансовых целей. Всем здоровья, большого профита и да пребудет с вами сила сложного процента. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!